Доброе субботнее утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня я познакомлю вас с интересной и милой девушкой. А зовут ее Фериде Токова. И, кстати, она является волонтером благотворительной организации «Очаг добра». Доброе утро, Фериде! Доброе утро, Мадина! Рада приветствовать тебя сегодня у нас в гостях. И позволь сразу же поздравить тебя с прошедшим профессиональным, можно сказать, праздником, днем волонтера, который, кстати, в нашей стране отмечается 5 декабря. Но ты это 100% уже знаешь. Фериде, я хотела бы начать наше сегодняшнее общение с небольшого знакомства для наших телезрителей. Мы-то с тобой уже знакомы, встречались раньше. Но я хотела бы, чтобы наши телезрители получше тебя узнали. И вот рассказать, как так получилось, что такая молодая, красивая, привлекательная девушка стала волонтером, человеком, который безвозмездно помогает тем, кто в этом, собственно, нуждается. Что вот тебя сподвигло на такое серьезное, я бы сказала, решение? Мне всегда хотелось оказывать какую-то пассивную помощь людям. И я не знала до конца, как это вообще воплотить в жизнь, начинать действовать. Многие, наверное, также не знают, с чего начать. И как-то раз я у своей сестры в социальных сетях увидела публикацию, что вот именно благотворительная организация «Очаг добра» нуждается в автоволонтерах. И я решила, что это посильнее мне, что это то, что я могу делать систематически. Вот так вот и пришла к ним. И с тех пор занимаюсь. А когда это было? Расскажи, пожалуйста. Это было вот в феврале будет 4 года. По-моему, в самый такой пик, да? Пандемия, получается. Да, как только я туда пришла, спустя некоторое время как раз началась пандемия. И в этот период, конечно, осуществлялась и другая помощь, не только развозка горячей еды, но и лекарственное обеспечение, то есть доставка лекарств осуществлялась нашими волонтерами. Ну, конечно, учитывались все меры предосторожности, чтобы это было максимально безопасно для самих волонтеров, а также для подопечных. Среди твоих подопечных, кто вот эти люди, которым ты, как правило, обычно оказываешь помощь в рамках сотрудничества с очагом добра? Ну, основная категория людей, это в основном пожилые люди, которые оказались в трудной жизненной ситуации по каким-то определённым своим причинам. И вот, как вы заметили, с пандемийных времён, конечно, их количество сократилось, потому что на тот момент вообще было закрытие, массовые сборы, и их количество было увеличено. Сейчас каких-то людей забрали родственники, начали за ними ухаживать, какие-то иногда ходят по четвергам непосредственно сами обедать, которые могут мобильно передвигаться. И вот основная категория – это пожилые люди. Скажи, пожалуйста, о своих коллегах, скажем так, да, о людях, которые так же, как и ты, занимаются волонтерством. Кто эти ребята или взрослые уже люди, состоявшиеся? Вот что бы ты могла о них сказать? Есть ли у них что-то общее? Да, безусловно, это общее, это добрые сердца каждого, как мы называем, всегда, когда собираемся. И с тех пор, как я пришла в эту организацию, в этот фонд «Очаг добра», мы познакомились с большим количеством людей, они все разносторонние, очень талантливые люди, занимаются в разных сферах. И мне кажется, мы уже стали как одна семья большая, потому что даже воспринимаем друг друга иначе, не как какой-то человек. Вот касательно «Очага добра», да, это вот такая организация, которая уже давно себя зарекомендовала в нашей республике, одна, наверное, из старейших. И, собственно, как правило, да, действительно, насколько я знаю, работают с пожилыми людьми. Помимо этого устраиваете различные акции, поддержки, да, и какие-то сборы средств. Правильно я понимаю, вот в этом направлении работают? Да, периодически бывают разные проекты, да. Как вы подметили, одна из таких зарекомендовавших себя фондов, которая делает, не только говорит, но и делает, подтверждает это своими действиями. Вот недавно тоже проходила благотворительная ярмарка, у нас тут на Первомайской, средства, куда пошли на нужды подопечных. Правильно ты сказала совсем недавно, действительно. Ты меня немного опередила. Проходила действительно такая ярмарка, и мы побывали на этой ярмарке. И, конечно же, мы не могли не снять небольшой сюжет. Поэтому я предлагаю тебе и нашим телезрителям посмотреть этот сюжет. Итак, внимание на экран. Помогать тем, кто в этом нуждается больше всего. Такова основная суть работы организации «Очаг добра», сотрудники которой провели ежегодную благотворительную ярмарку в самом центре республиканской столицы. Здесь можно было найти фастфуд, сладости, напитки, книги и многое другое. У жителей Черкеска была возможность приобрести всю продукцию по цене ниже рыночной и заодно поучаствовать в добром деле. Все вырученные средства пойдут на улучшение жилищных каких-то условий, бытовых условий, где-то лечения, где-то препараты. Да, конечно, очень важно, чтобы люди участвовали в этом, потому что таким образом они приобщаются к добру. С их помощью кому-то станет легче. С каждым годом ярмарка приобретает все больше партнеров. Предприятия республики наряду с предпринимателями чаще изъявляют желание поучаствовать. Так, например, Ася Капушева, производитель парфюмерии и косметики, давно является волонтером очага добра и призывает своих коллег по цеху активнее участвовать в таких акциях. У нас даже такого вопроса не было. Мы давно уже являемся волонтерами данной организации благотворительной. Знаю, куда и конкретно идут деньги, знаем, насколько это все идут в нужное место, поэтому мы об этом даже не задумывались, почему. Принимайте участие, ваши деньги, ваше вырученное все пойдет, как сказать, вам во благо, именно вам, производителям. Огромную помощь в организации проведения этой акции внесли волонтеры, как, например, Зубайда Барлакова. Врач-невролог, педиатр в обычной жизни, эта девушка находит время, чтобы помогать подопечным очага добра. Вот и в этот раз она отвечала за реализацию представленной продукции. Мы живем на Кавказе. Мне кажется, говорить населению, как важно заботиться о своем ближнем, особенно о взрослых, мне не надо говорить. Но когда мы видим, как люди, ну, ска хлеба не хватает и стесняются, да, об этом говорить, вот такие мероприятия, кричать, в колокола звонить нужно, потому что мы такой менталитет, горный менталитет, который стесняются. Гости ярмарки остались особо довольны, ведь они не просто смогли приобрести качественную продукцию по низкой цене, но главное, они смогли помочь нуждающимся. Я пока взяла только шарф, мы только пришли, и я планирую взять что-нибудь еще. Мне кажется, это очень хорошая акция. Если трудная жизненная ситуация, то, я думаю, общество обязано помогать старшему поколению своему. Конечно, очень приятно осознавать, что я чем-то помогу этим людям. Помимо богатого ассортимента, посетители ярмарки порадовал вкусно приготовленный обед и ароматный горный чай. Не обошлось без традиционных горячих хачанов и, конечно же, хорошего настроения. Итак, вот таким вот образом прошла недавняя ярмарка, организованная очагом добра. Хочу сразу сказать, что я сама там побывала и заметила, что там царит такая дружеская атмосфера, и было видно, как волонтеры, люди разных возрастов, профессий, как они работали, как слаженный такой организм, как часы, скажем так. Я знаю, что ты тоже принимала участие в прошедшей ярмарке, и не только в этом мероприятии, но и во многих других. Вот я хотела бы, чтобы ты немножечко рассказала, как изнутри это было, и, собственно, чем ты конкретно заведовала на этой ярмарке, может быть. Да, вы правильно подметили, что это как единый организм, потому что все слажено, даже если кто-то отсутствует, на это время идет замещение. Непосредственно я была продавцом, как я называю. Ну, как и многие волонтеры на самом деле. Да, как и многие, просто были люди, которые занимались там непосредственно производством, так сказать, да, готовили те же самые хачины. Плов. Плов, да. Игорь, горный чай. Горный, облепиховый чай, который полностью у нас закончился, он тоже был... Он же по какому-то авторскому рецепту. Авторский рецепт, да, придуманный нашим волонтером. Также я занималась продажей продукции, которые в основном пожертвовали наши спонсоры. И с каждым годом их становится все больше. Даже вот на прошедшие ярмарки подходили люди, они интересовались, хотели принять участие в виде спонсора на следующих мероприятиях. То есть больше огласки приобретают, потому что даже до сих пор остаются люди, которые не знают о том, что есть такой фонд, о том, чем они занимаются. То есть в этом плане... Что хотелось бы еще такой вот момент осветить, это касательно деятельности волонтерства. Часто с вообще понятием волонтера связаны некоторые мифы, может быть, предубеждения. Сталкивалась ли ты когда-нибудь вот с таким ошибочным представлением о своей деятельности? Бывало ли такое? Ну, было такое, что некоторые, да, не понимают до конца вот значение слова «волонтеры». Некоторые даже были наши подопечные, что думали, это мы работники, что нам за это оплачивают. Были некоторые бабушки, которые говорили, вам сколько платят, дают ли вам выходные. То есть были такие интересные случаи. Это единственный момент, наверное, когда неправильно до конца понимали смысл. Ну, это, скорее всего, старшее поколение, да? Мне кажется, это еще связано с тем, что такой деятельности не осуществлялось ранее, и они не привыкли, что человек безвозмездно может что-то делать, в том числе и наш фонд. На твой взгляд, вот в чем секрет, может быть, успеха и процветания волонтерства в нашей республике? Вот почему это, собственно, пользуется, скажем так, таким успехом, в плане, что люди соглашаются быть волонтерами? Ну, это в первую очередь зависит от самого человека, мне кажется. Конечно, еще влияет то, насколько он занят. Ну, очень многие даже наши волонтеры бывают, у них у всех есть своя работа. Но, несмотря на это, главное, в первую очередь, желание. Ну, если, кстати, говорить о занятости, ты тоже человек, который занимается в своей жизни, там, насколько я знаю, ты агент по недвижимости, да? То есть у тебя есть основная деятельность. Вот как тебе удается совмещать? И вообще, как часто ты, скажем так, волонтеришь, если можно так выразиться, ну, вот, в очаге добра? Ну, у нас есть график, составляется, вот, можно в свободное время, когда угодно, но у меня по графику, там, один раз стабильно в неделю выезжаешь, и это получается в основном в обеденный перерыв, ты, там, минут сорок, этого уже достаточно, чтобы ты выехал, забрал еду с очага и развез уже по адресам. То есть по факту, ну, час, грубо говоря, в день, да? В день времени, да. И, кстати, нехватка волонтеров у нас также остается. Всегда, да, перманентная нехватка, да? Да, многие думают, что если прийти волонтерам, нужно всегда участвовать, каждый день быть на чеку, чтобы, если вдруг их задействовать, но это не так, это ошибочное мнение, потому что достаточно, там, часа в неделю, в месяц, у кого как получается, то есть всегда ждем. А скажи, пожалуйста, люди, которых вы ждете, скажем так, в очаге добра, какие они? Вот кого вы конкретно ждете? Вот волонтер. Типичный портрет, скажем так. Ну, однозначный человек, который готов совершать какое-то благое дело и не требуя ничего взамен, чтобы у него было доброе сердце. Понятно. И такой момент. А что получает волонтер, ну, скажем так, в психологическом варианте, когда вот делает этот доброе дело? Вот как ты себя чувствуешь после того, как развезешь горячие обеды? Ну, порой, конечно, бывает такое ощущение, что ты вроде сделал что-то, но того, что что-то чем-то особым помог. Мог. Иногда бывают такие ощущения, но большей частью, например, был период, когда я работала в другом городе, но, несмотря на это, там два раза в месяц старалась выезжать на развозки. Вот эти перерывы, они сказывались на мне. У меня было ощущение, что чего-то мне не хватает. И большей частью, наверное, мы как волонтеры больше даже нуждаемся в оказании помощи, чтобы как-то удовлетворить, получить удовольствие от того, что ты хоть как-то можешь оказать помощь и как-то быть полезен. Как ты думаешь, волонтеры всегда будут востребованы? И вообще, насколько действительно сегодня актуальна и востребована эта деятельность? Думаю, что это с каждым годом приобретает все больше востребованность и необходимость в волонтерах также растет. Ну и такой момент. Запланировано ли что-то? Вот сейчас декабрь месяц уже перед Новым годом. Такое настроение волшебное царит. Планируется ли очагом добра, может быть, проведение каких-то акций, мероприятий уже перед Новым годом? Ну, еще точно не утверждено, но, возможно, проведение будет еще одной ярмарки, но это не точно. Потому что, возможно, нам еще посчастливится увидеться на Первомайской и угостить всех горячим чаем и другими продуктами. Ну, будем тогда держать в курсе наших телезрителей. Фериде, хотелось бы поблагодарить тебя за интересную беседу. Еще раз поздравить в твоем лице всех волонтеров, которые действительно вносят неоценимый вклад в развитие нашего общества и поддержание в том числе. Особенно тех людей, которые в этом очень нуждаются. Спасибо вам всем большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Желаю вам хороших выходных и до новых встреч.